То есть, мы переходим к толкованию, как толковать сон, задавать такие вопросы, провоцирующие вопросы, которые будут провоцировать ваше мышление. Будете все задавать вопросы, кто, где, когда, что, как, почему и так далее. Сколько, как часто. И то есть, еще один вопрос такой, почему Бог избрал именно этот символ, а не другой. Этот предмет, почему этот цвет, а не какой-то другой. Потому что символы и цвета будут очень хорошо указывать на послание Бога к вам. Начните с того, что увидите суть, общую суть, картину сна, или в чем послание. В чем, в общем, такое ваше впечатление, когда вы просыпаетесь. И также еще один важный момент, пусть у вас сон будет прост и без каких-то усложнений. Чтобы каждую деталь под микроскопом рассматривать, этого не надо. Увидите общую, целую картину, цельную картину. И выделите основные действующие лица и основной сюжет сна. Допустим, у вас какой-то сон, там, хороший парень, плохой парень. Допустим, хорошие парни всегда в белое одеваются. Плохие парни одеваются в черное, черной шляпой и так далее. А, и у них такая перестрелка начинается. И этот парень, хороший, одетый в белом, побеждает. Потому что добро всегда побеждает зло. Поэтому это основной фокус вашего сна. Но также в этом контексте сна вы можете обратить внимание на людей, которые еще какие-то другие действующие лица. И также вы можете, как бы, увидеть там, какая-то красивая женщина в красивом платье стоит сбоку. Независимо от того, какой цвет платья или, там, каблуки у нее есть на каблуках она. Может быть, она просто, как бы, общая, как бы, окружающая обстановка, фон такой. Как в кино, то есть, взяли людей для того, чтобы общий фон, общее впечатление создать. То есть, даже, как бы, потом, когда проходят титры к фильму, даже нет ее имени, кто она такая, что она там делала. Просто она там шла мимо, где-то по пешеходной дорожке шла. Поэтому, то же самое относится к вашим снам. Пускай они у вас будут просты. И когда мы будем диаграммы сна рассматривать, посмотрим на субфокусы сна. И, как мы раньше говорили, 85% снов вас самих. И, как бы, если сон вам снится, то, скорее всего, вы в фокусе этого сна. И затем, вообще, посмотреть, в общем, на сон и выбрать каких-то три вещи, каких-то три момента. Что такое очень выдается в этом сне. И, как в этом прошлом, что рассказала плохой парень, хороший парень. Субфокус этого сна. Это можно обратить внимание на револьвер, оружие, которое они используют. Просто, чтобы не обращать внимание на всех прохожих, всех тех, которые проходят мимо, но на основные моменты, которые были в этом сне. Поэтому, ваш сон, как бы, сфокусирован изнутри на оружие. То есть, вы строите здание, вы не будете сначала окна вставлять, когда еще нет даже основания. И нужно пройти процесс, чтобы основания заложить в сна. И вы начнете с, как бы, самого начала, и будете постепенно основные факты вспоминать. И также будете вспоминать различные сцены, которые были в этом сне. Начнете с сцены номер один. Сцена дубль один, дубль два, дубль три. Но, так же, надеюсь, что, когда мы дойдем до диаграммы, у нас будут сны просто из одного дубля. И очень часто трудно нам запомнить несколько дублей, если сон состоит из нескольких частей, и тем более представить фотографически. И поэтому часто люди, которые появляются во сне, спрашивайте такой вопрос. Я в фокусе сна, или же это какой-то другой человек, или люди. И больше времени это вы, вы основной будете с ним. Также заметьте, наблюдаете ли вы за этой ситуацией, этими событиями, где-то снаружи. И если вы просто наблюдатель, то, скорее всего, сон не о вас. Если только вы сами себя не видите во сне, тогда этот сон таки о вас. Поскольку вы наблюдаете и принимаете участие во сне, также может такое быть. Вы наблюдаете за событиями сна, но не принимаете участие. Тогда вся эта информация, она не относится к вам. Затем, спустя некоторое время, вы появляетесь во сне. И только с того момента сон относится к вам. Поэтому первое, определить фокус, что самое важное, кто самый важный во сне. И это укажет на то, о ком этот сон, главное действующее лицо. Тогда вы можете выбрать субфокусы, и это три вещи, которые вы запомнили, очень сильно обратили внимание во сне. Затем вы определите, являетесь ли вы наблюдателем, либо участником сна. Затем начать задать вопросы о людях, которых вы видите во сне. Знаю ли я человека лично, или просто знаю, что это человек. Что лично, как бы, какие личные связи у вас с этим человеком? С чем у нас отождествляется? Допустим, для меня, мой начальник, это мой директор школы, это всегда олицетрирует власть. Но это не такая, как бы, охраничивающая власть, но та, которая наделяет силой и освобождает. И часто бывает такое, люди появляются во сне, и вы замечаете их имена, и что же означают их имена? Также у нас есть толкование имен в связи с Писанием имена. Мы не взяли эту книжку с толкованием имен, потому что многие ваши имена просто там нету. Но я бы поощрила вас, чтобы вы нашли, может быть, какой-то сайт, именно христианский, который дает толкование значения имен в связи с Библией, именно библейской интерпретацией. There are a lot of dream tools that are out there, but you don't want to use anything that's done by Jung or Freud or Gestalt. Freud and? Freud, Jung or Gestalt. The different dream interpreter philosophies that are out there. Jung, Carl Jung, Freud or Gestalt. Ага, я поняла. То есть существует различное множество направлений толкования снов, но вы не будете использовать Freyda, Gestalt, психология и так далее. These are very humanistic dream interpreters. Jung, Jung, это очень гуманистические толкователи. We do not recognize or use those techniques in dream interpretation. Мы не признаем эти методы, которые они используют в толковании снов. We use the ancient hebraic method. Мы используем древние еврейские методы. That come straight out of the Bible. Которые происходят из Библии. The same one that Daniel and Joseph used. The same one that Daniel and Joseph used. Because if you take any of these other techniques by Jung, Gestalt or Freud and apply them to the Bible dreams, you will not come up with the correct interpretation. Therefore, you don't want to go to get new age dream symbols or names without having a scriptural, biblical basis to them. Также не следует обращаться к символизму направления new age и то, как они это толкуют. So you're going to ask yourself when you're dealing with people, what does their name mean? What is their life scripture? И поэтому, когда вы говорите о людях, то спрашивайте, что значит их имя. What does this person represent to me? Do they have a light or a dark countenance? Sometimes people that appear in your dreams are going to be angels or they could be demonic. Иногда личности, появляющиеся во снах, это могут быть ангелы либо демоны. Light, bright countenances are usually positive, good or angelic beings. Обычно такие светящиеся светлые личности это ангелы. Whereas dark, black or ominous represent things of the evil. А темные, мутные, тусклые это силы тьмы. If strangers appear in your dream, you need to ask why and who they are what's the purpose for them being in your dream. И в случае каких-то незнакомцев, то спрашивайте, кто они, что они делают и какова цель вообще их. Иногда у вас будет какое-то неприятное чувство появляться и вообще захотите избежать этих людей. Поэтому нам нужно брать пример и поддавливаться хорошим примерами сна. A lot of times you'll see people that are going to remind you of somebody else in your waking life. И очень часто вы увидите какого-то человека, который напоминает такого, ну, знакомого по жизни. So that God can be bringing a parallel to that person in your dream and the person that you know in your waking life. Для того, чтобы провести параллель человека во сне и человека в жизни. Recognize the different emotions that you're having in your dream and those that dream characters are also having. Также распознайте, какие эмоции у вас возникают во сне и какие эмоции у окружающих людей во сне. And a lot of times you're going to be able to tie this into the colors when we get into the color unit. What color clothing are they wearing? И очень часто это можно связать с цветами, обратить внимание на цвета одежды. For example, if there's a man that appears in your dream and he's dressed in a blue suit. Например, какой-то человек появляется в синем костюме. God could be speaking to you about his giftings or his callings. So God может говорить о своих дарах, о своих призваниях к вам. He could be a person that moves in healing or revelation gifts. Этот человек может действовать в дарах что исцеление, откровение. Или же, как бы, у этого человека очень депрессионное состояние. Он проходит мрачные дни, темные, синие. Рассматривайте цвета, одежды, имена, значения имен, что лично для вас, какое отношение к вам. Какие эмоции у вас возникают, какие эмоции у них. Then you're also going to look at the setting of where does your dream take place. Is it in your home, your workplace, the church, the marketplace, school? A lot of times people have dreams of being in parks or in their car or automobile. On buses or airplanes. в автобусах, на самолетах. Замечайте то, где происходит действие с ней. Это ключ, может быть, для вас. Then you're also going to look at the timing of the dream, past, present or future. How old are you in the dream and how old are the people that appear in the dream as well. and then there are things that you need to notice in the dream such as objects that appear in the color of those objects. Are those objects being used for what they're created to be used for or are they being used for another purpose? Just like if this magic marker were to appear in my dream. I would look at it and I'd see the color of it. I'd ask myself, what is it used for? Markers are writing instruments. They're used for drawing and communicating. But if in my dream the cap was left off, I'd ask myself, why is the cap off of this marker? What's going to happen to this marker when it doesn't have a cap on it? It's going to dry up and it won't be of any use. So then I have to say, why in my dream did he choose a black marker but the cap was left off? And so I could ask myself, am I under a proper covering? I could ask myself, am I under a proper covering? Am I using my creative gifts or my gifts to write and communicate properly? Lибо используя ли я правильно свои творческие способности, либо способности правильно коммуникации строить? Почему черный цвет? In my presentation or my attitude towards people? Am I being too black and white? И я могу сказать, являюсь ли я слишком такой, слишком черно-белая? And I'm not allowing people any grace or giving them any gray area. I'm too rigid. Я слишком закостенела, никакой как бы вариации не допускают цветов серого, может быть. Every object or symbol that appears in your dream, the color of it, the use of it, everything is important. И каждый предмет и его использование, его значение, его цвет играет очень большое значение. But also, if the cap is off, that means I can also use it. Также это можно означать, если капачка нет, значит, я могу его использовать. So is my attention being drawn to the cap of it or the function and the use of the marker in my dream? И к чему вообще внимание прилинуло? К тому, что там нет капачка, либо к тому, как я могу использовать этот маркер? И также, если в воду посмотреть в Библии, то это учение, так как дождь, которая сходит и дает учение. Вода, которая течет в пустынных местах. И когда появляется бутылка воды, она наполнена или она пуста наполовину? То есть бутылка наполовину пуста или наполовину полна? Какой вопрос вы зададите? И то есть вот такие вопросы, такого рода вопросы. И то, что мы будем делать, мы посмотрим на различные предметы, которые есть у вас. И мы можем соединять их вместе и попытаться понять, что Бог хочет нам донести. Для того, чтобы думать и интерпретировать символично. Поэтому я хочу, чтобы завтра каждый из вас принес из дому какой-то предмет. Любой предмет, который вы хотите. И вы разобьетесь на группы, и затем каждая группа будет олицетворять какой-то сон. И также мы посмотрим на различные цвета и как они вместе будут играть. Как я уже упомянула, когда животные появляются. Вы можете спросить себя, это домашние животные, это домашние любимцы, или же это дикие животные. Look at the different characteristics and attributes and the functions that they perform. И также обратите внимание на различные качества и какие атрибуты этого животного. Are you positive towards them or are you fearful of them? Как у вас хорошие позитивные чувства или вы боитесь этого животного? Just like in the movie The Return of Batman. When he was a child, he fell into a well. Как в фильме Возвращение Бэтмена этот мужчина был ребенком, упал в яму. And lots and lots of bats just kept flying around him and he was terrorized by the bats. То есть там начало множество летучих мышей летать и он просто был запуганными. And throughout his life he kept having this reoccurring dreams of the bats coming to attack him. И постоянно всю свою жизнь у него этот сон возвращался, что на него нападают летучие мыши. Но наконец, когда он вырос, он уже принял на себя этот символизм летучей мыши. И он, когда встретился со своим страхом лицом к лицу, он смог его преодолеть. И эти сны как бы уже прекратились и больше не снились ему. Поэтому нравятся ли вам эти животные вашего сна либо нет? Также можете посмотреть в Библии, появляются ли эти животные в Библии и что они значат в Библии. Обратите внимание на различные передвижения во сне. Бежите вы, летите, стоите, спите. Все это может указать на что-то в вашем сне. Ведете ли вы себя привычно либо очень как бы адекватно? Также посмотрите на различные цвета. Это богатые, насыщенные цвета либо это пастельные? Также как мы упомянули человека в синем костюме может быть пастельный, голубой какой-то цвет либо это такой военной формы цвет. Потому что интенсивность цвета также будет передавать зрелость либо незрелость чего-то. Также числа, которые появляются во сне очень важны. И очень важно библейское значение этих чисел. Допустим, мы уже говорили о том, время, когда вы проснулись может указывать на какой-то стих из Библии. Также, допустим, числа могут указать на дату вашего рождения либо карточку вашей социальной защиты либо же телефон. And the next day he went to a coffee shop and there was a beautiful woman there in the store. He dreamed of a telephone number. The next day he goes to a coffee shop and there's a beautiful woman there. And he buys her a cup of coffee and he strikes up a conversation with her and then they like each other so he asked her for her phone number. And the number that she gives him was the exact number he had dreamed the night before. So he asked me, he said, do you think that's a sign? I said, it would be to me. I said, it would be to me. And he ended up marrying her shortly thereafter. And he ended up marrying her shortly I'm going to wrap it up with talking about positions in dreams. You think about the dream screen as you're watching your dream, things at the right top indicate the future. You can imagine the screen as you're seeing right top получается верхний угол правый справа. Things of the left talk about analytical or logical reasoning things. If it appears that the bottom left is dealing with the past, внизу слева указывает на прошлое. А внизу справа говорит о чем-то связанном с душой. Поэтому втолкование снов это символы, которые указывают на что-то другое. То есть тип это какая-то общая черта или качество. И тень это отражение чего-то. И сны это простые истории, которые указывают на что-то большее. И завтра на презентации покажу вам некоторые техники во сне. Поэтому не забудьте завтра принести какие-то предметы из дому. И встретимся завтра.